Желтую карточку, редко с ним это бывает. И Андрея Пирло в центральном круге. Ферентина очень прижимается, на мой взгляд, своим воротом. Какая передача у КАК! Очень опасно. И что, еще один пенальти. У него свои ворота забили. 2-0. Позволю себе забежать вперед и сказать, что с победителем этого матча лично мне все ясно. Я не знаю, как можно с 0-2 в таком матче выкарабкаться, при том, что впереди у Ферентина, как мы замечали, совсем ничего нет и не намечается. Ну, а это, можно сказать, несчастный случай, хотя передача КАК была просто изумительная. Ну, а дальше Креспо. В общем, наверное, можно было, да, и пенальти здесь давать, поскольку Лупателли-то, в общем, не по правилам. А ему ничего не оставалось уже делать, иначе Креспо перебросил, через него проходил и дальше. И этого даже не понадобилось здесь. Ну, а свои ворота забил защитник Килиджи. Даже углового не получилось. Вот Ферентина у нас перехватывает мяч, у Фауши, и теряет его на ровном месте. Креспо, пас направо. Ну, и Креспо может в одиночку здесь разбираться. Скорость хорошая. И здорово, что-то. 4-0, да. Креспо, конечно, хорош, и я лично за этого футболиста очень рад, безотносительно того, что он сейчас именно в Милане играет. Если бы он играл в какой-то другой команде, я бы за него точно так же бы радовался, потому что импонирует мне манера игры этого нападающего. Ну, и первый шаг, что, я не знаю, вполне мог бы он играть в Англии с его-то скоростью, с его-то нацельностью на ворота. При том, что в Англии, в общем, он играл в обороне, это не самое сильное место практически всех команд, которые там играют. Ну, это уже вопрос тренерского доверия, вопрос адаптации и к стране, и к футболу, к чемпионату. Ну, вот, вновь обрел вкус голам Креспо, Ферентино тричит.